Здравствуйте, уважаемые любители спортивной борьбы. С вами снова Давид Кучешвили и мы находимся в Нарафаминске. По-прежнему на этот раз финал чемпионата России 2020 года. Весовая категория до 65 килограммов. Ахмед Чекаев против Гаджимурата Рашидова. Оба парня представляют Дагестан, оба вышли в финал. Ахмед Чекаев родился и вырос в Хасавюрте. Собственно, поэтому он представляет Дагестанскую республику, хотя по национальности является чеченцем. Дважды побеждал он Гаджимурата Рашидова. Было это на гран-при Ивана Ярыгина в 2017 году и на гран-при Ивана Ярыгина в 2019 году. Ну, а Рашидов побеждал на чемпионате России 2017 года Ахмеда Чекаева. Правда, сейчас первым номером сборной является Гаджимурат Рашидов. Вообще, лично я считал, что и в 2016 году он мог поехать на Олимпийские игры. И тогда он был чемпионом Европы в категории до 57 килограммов и должен был участвовать на чемпионате России предолимпийском. Но тогда вся сборная Дагестана, если помните, снялась с турнира. И в итоге на Олимпийские игры отправился Виктор Лебедев. И также отправился Александр Богомоев как запасной. Александр Богомоев, к сожалению, на данном турнире не участвовал из-за болезни. Хотя заявлялся именно в 65 килограммов. Было бы интересно посмотреть. Но имеем то, что имеем. Что касается этих двух соперников. Как вы видите, пока у нас достаточно равная встреча. Они прекрасно друг с другом знакомы. Вместе тренируются. Выступают за одну команду. Соответственно, здесь, возможно, не придется ждать каких-то сверхактивных действий. Потому что оба прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. И, соответственно, не факт, что будут форсировать события. Конечно, оба парня достойны того, чтобы выступать на международном уровне. Но, как вы знаете, весовая категория одна. И, соответственно, только один отправится на Олимпийские игры. И сейчас, с учетом того, что Гаджимурад Рашидов является чемпионом мира 2019 года в Нур-Султане. Дважды серебряным призером. Но чемпионом мира он является именно в категории до 65 килограммов. До этого ему не везло в 61. А Ахмед Чекаев является бронзовым призером. Дважды чемпионатов мира. И также призером чемпионатов Европы. Но вот не везло, не везло пока Ахмеду Чекаеву на международной арене. В принципе, и Гаджимурад Рашидов дважды в финалах оступался. Хотя мог побеждать. Об этом я уже как-то упоминал. Но вот в последний раз в Нур-Султане очень здорово прошелся. Вообще, Гаджимурад Рашидов, конечно, это такой маленький танк. И если этот парень борется от защиты, взять у него баллы просто невозможно. Он прекрасен в атаках и еще более бесподобен в защитных действиях. Отобрать балл у Гаджимурада просто нереально, если он защищается. То есть, в первую очередь, Ахмеду Чекаеву нужно Гаджимурада заставить работать первым номером. Потому что, конечно, вот когда Гаджимурад в глухой защите, бороться с ним очень сложно. Вот сейчас мы видим счет 1-0. По пассивам отдали 1 балл Гаджимураду Рашидову. Определили пассивным борцом Ахмеда Чекаева. И заканчивается у нас первый период. Ахмед Чекаев достаточно уже возрастной спортсмен. 87-го года рождения. Соответственно, наверняка вот этот олимпийский цикл будет для него последним. Ну, может быть, он еще захочет побороться. Никто не знает. Но кондиции, как известно, не обманешь. И рано или поздно возраст возьмет свое. А Гаджимурад Рашидов еще очень и очень молод. И наверняка это не его последний цикл. Начинается у нас второй период. Оба борца прекрасно выступали на различных и международных турнирах. И в том числе боролись с нашими главными соперниками по этой весовой категории. Вспомним встречи с Владимиром Хинчагашвили. Как, например, Ахмед Чекаев на пятибальный бросок его однажды бросил и дважды побеждал. А вот сейчас какая-то травма небольшая возникла. Бывает такое на турнире. И схватка возобновляется. Мы видим, что пока борцы очень осторожничают. И не получается провести какую-либо атаку. Гаджимурад стоит в центре. Не подпускает к себе Ахмеда Чекаева. Чекаев достаточно крупный борец. И наверняка гоняет побольше, чем Рашидов. Рашидов, насколько я помню из интервью, гонял пять килограммов максимум. Но это было, когда он говорил о 61 килограмме. То есть примерно в своем весе и выступает. А вот Ахмед Чекаев гоняет. И вот сейчас в атаке Гаджимурад, во всяком случае, старается работать первым номером, чтобы балл не забрали. Как известно, если в первом периоде отдают одному балл за пассив, то, как правило, при такой же схватке один балл уходит другому. Ну, вернее, пассивное время начинает действовать. Но вот здесь мы видим, что Гаджимурад идет вперед. Вот он понимает, что нельзя отдавать вот этот пассивный балл, возможность заработать Ахмеду Чекаеву, потому что при равном счете судится по последнему баллу. И, соответственно, если бы пассивным борцом был бы определен Гаджимурад Рашидов, то Ахмед Чекаев при равном счете, вот один-один, выиграл бы эту схватку. Поэтому Гаджимураду сейчас нужно атаковать, во всяком случае, показать рефере, что он готов и хочет работать первым номером. Но при этом еще и важно не пропустить атаку, поэтому атаковать нужно с умом. Ахмед Чекаев, видно, пытается что-то предпринять, но все попытки тщетны на данный момент. И вот попытка прохода в ноги в одну ногу со стороны Гаджимурада Рашидова успехом не увенчалась. Ну и рефери дает пассивное время вновь Гаджимураду, вернее, Ахмеду Чекаеву. Соответственно, ему сейчас за 30 секунд нужно сделать какое-то действие, которое приведет к оценке, иначе один балл снова уйдет Гаджимураду Рашидову. А это очень важный турнир, с учетом всей ситуации с коронавирусом и отменой многих стартов. Сейчас нужно показать свой максимум, и первый номер отправится на чемпионат мира. 2-0. Счет в пользу Гаджимурада Рашидова. Ничего у Ахмеда Чекаева не получается. Есть еще 15 секунд. Можно попытаться форсировать события, можно попытаться рискнуть. Терять уже нечего. Ну и вот рефери сейчас предупреждает Гаджимурада, что пассивная борьба. Пошел вперед Ахмед Чекаев. Но, как я уже говорил, взять баллы у Гаджимурада Рашидова, когда он защищается практически нереально. Очень мощный спортсмен, с отличными рефлексами, молодой. И он сегодня побеждает. 2-0 в пользу Гаджимурада Рашидова. Вот таким получился финал, друзья. До будущих побед.